Мне повезло родиться в мае, когда ликует все вокруг, и все живое расцветает, и начинает жизни круг. Ах, как прекрасен майский день! «Майская роза» – именно так можно охарактеризовать писательницу Галину Логинову. Родилась она в последний весенний месяц. На эту тему даже написала несколько стихотворений. Несмотря на возраст, а Галине Трофимовне в этом году исполнилось 70 лет, природа балует ее женской красотой. Наша героиня родом из Риги. Пейзажи Латвии наложили отпечаток на творчество поэтессы. По той Риге и по той Латвии, конечно, есть тоска. Но это, понимаете, тоска и по юности. Это же не только по городу. Это по той части, лучшей части, когда ты был молод, полон сил. Сегодня родным для себя местом она считает Подмосковье. Переехав в 2000 году в город Видное, она почти сразу нашла здесь творческих единомышленников. По специальности Галина Логинова педагог. Работала в гимназии. Здесь ей предложили возглавить детскую литературную мастерскую слова. Мне, как человеку творческому, очень вообще дорого, что здесь очень много творческих людей. Я уже не говорю о литераторах, потому что наше литературное объединение имени Шкулева имеет такую славную и долгую историю. И, конечно, не могла не возникнуть мысль тоже каким-то образом внести свою маленькую лепту. Ей всегда нравилось работать с молодежью. В ней Галина Трофимовна видит большой потенциал, а для себя из общения с мальчишками и девчонками черпает позитив и вкус к жизни. Позднее, в 2009 году вместе с краеведом Алексеем Зименковым на базе Центральной библиотеки она создала студию для молодых писателей «Акцент». Мне повезло в том, что я работала с такой молодежью, от которой только я получала очень большую отдачу. Конечно, я им давала много, но и отдача была велика, потому что такая радость совместного творчества, понимаете, она просто, ее ни за что не купишь. Из-за проблем со здоровьем в полную силу заниматься студией Галина Логинова уже не может. Ей очень хочется найти помощников, которые сумели бы возродить прежний акцент. Хотелось бы, чтобы вот такие ребята, девчата, а они ведь есть в каждой школе, наверное, потихоньку пишут себе в стол. Но каким образом их туда, я, к сожалению, сейчас не могу их так привлечь. Я могу только дать свои координаты, свои почты. Если вдруг они заинтересуются, пусть присылают мне свои произведения, я могу дать какой-то совет. Галина Логинова готова быть для молодых, инициативных творческих людей наставником в продолжении дела всей жизни. Написав тысячи стихотворений, издав несколько собственных сборников, она полна духовных сил передать свой опыт другим. Тем более современные средства коммуникации это позволяют. Чем старше становишься, тем ценишь каждые минуты, каждое мгновение. Вот тоже хочу своим стихотворением, поэты прежде всего говорят своими стихами, да. Мгновение ловлю, оно прекрасно, так тихо на душе, и в небе ясно остановился бег во времени. Я замираю, я ловлю мгновение. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого. Юлия Погосян, Сергей Ларин.